молочные зубы вообще лечат мироша как у тебя зубы вкусно красиво пахнут детям можно вообще наркоз для них это интересно для них это игра насколько важно правильно чистить зубы и я вообще удивляюсь как мы выжили саш вот почувствовать ту боль которую вы очень нравится к намить всем привет меня зовут дмитрий целищев и я в моменте сегодня в моменте вместе со мной александра меркучева александра меркучева создатель и главный врач стоматологии аздент в клинике знают как сделать улыбку безупречной честная стоматология аздент имеет сертификат качество выполняемых работ адекватные цены и гарантированное качество на пять лет сегодня хотелось бы поговорить о детской гигиене зубов я вообще смотрел в стендапе такое выступление что кто-то из стендаперов лечил молочные зубы дорого и они сразу выпали мне любопытно вот молочные зубы вообще лечат это шутка такая или может быть это и шутка может на самом деле было то есть в моменте конечно да их лечат обязательно потому что под молочными зубами нас они будут постоянные зубы то есть чем здесь чище чем здесь все здоровое тем зачатки будут более здоровыми и зубов будет больше возможности прорезаться правильно здоровым хорошими зубками но лечить надо на меня вот это прямо новости обязательно надо новость наверное потому что раньше такой тенденции не было почему потому что все таки давайте так что мы из советского времени выросли да мы сегодня доказ обсуждали такой момент что мы допустим мое поколение дети я вообще удивляюсь как мы выжили до этого поколения воспитывала партия да там комсомол мы как-то были сами себе предоставлены в контексте что не прямом смысле сами себе но такого тотального контроля над нами не было поэтому вот тогда нас не приучали то есть не было такого что лечить молочные зубы была тенденция что молочные зубы лечить не нужно они все равно выпадут потому что будут постоянные а постоянно уже начинаются с проблемами с какими-то да появляться это уже сейчас стала тенденция почему потому что же исследования проводили научные статьи писали то То есть начали это понимать, что это важно. Вы вспомнили советское такое прошлое. Вспомните себя ребенком. Какие отношения у вас были вообще со стоматологией? Как вы шли к зубному врачу? Еще тогда назывался зубной врач. Да, ну он сейчас есть. Это среднее образование, зубной врач. Высшее образование – это врач-стоматолог уже. То есть на ранг повыше. У меня не было страха стоматолога. Да, это было страшно. Ну неужели прям с удовольствием? Не было, не было. Вот как-то вот мне повезло, наверное. Почему? Потому что мои родители, наверное, имели такую возможность, что я лечила зубы платно. Страх появился на первом или втором курсе колледжа, когда ты уже понимаешь всю внутрянку и греха от чего таить. Первое время мы учимся зубы делать на друг друге. Да. А это, кстати, в этом есть какой-то смысл. Да, да, до сих пор помню преподаватель нам сказала такую очень вещь, ну хорошую, я считаю, это хорошую. Мне лечили зубы мой сокурсник без анестезии, без всего. Это был средний кариес, но это вот у меня как бы низкий болевой порог, поэтому мне сразу больно. И это было больно. Врач подошла, который наш педагог, так за плечом меня взяла и говорит, Саша, вот почувствует ту боль, которую вы доставляете. Очень правильно. Поэтому сейчас, ну анестезия, мне кажется, используется всегда практически, если пациент только сам не захочет. Ну еще очень важно знать не только, что это больно, а не симулирует ли пациент. Ну это тоже верно, да. То есть я, да, кстати, вот это верный момент. Бывает, когда я что-то делаю, пациент больно, я такая, не верю, ну не верю. Я знаю, что здесь не больно, а где больно, я уже знаю. Вот у вас четверо прекрасных деток, как у них дела обстоят? Наверное, знаете, как старший сын, у него уже появляется этот страх. Но опять же, старший... А сколько старшему? 11 лет. Я его лечила сама, где-то без анестезии. Ну то есть он какой у меня... Принес двойку. Да. Так, иди сюда. Он первый ребенок, да. Завтра в 11-й обещать будем без анестезии. А я в априоле все-таки взрослый стоматолог, да. Детство все равно было интересно. Ну почему я должна своего ребенка вести к другим врачам? Я же сама стоматолог. Конечно, мой первый ребенок, он прошел все 7 кругов ада. То есть он знал, что такое стоматология, не понаслышке. И поэтому сейчас, я говорю, Миша, он такой... То есть мы его настраиваем. Остальные дети, я называю их средние, им повезло больше. Мама уже более умная в моменте, да. И здесь мы вот в этом году, в июле месяце мы лечили Милане и Мироши зубы под наркозом. А детям можно вообще наркоз? Ну, есть же тоже дози... То есть наркоз сколько? На час, на два или на 12 часов? Там же разная дозировка наркоза, да. И разные препараты. И этот вопрос нужно, знаете, как правильно? Целесообразности наркоза, да. Ну то есть я понимаю, что нам вот, допустим, надо было лечить много зубов. Она не дастся, да, там в кресле это сделать. И будет проблем, будет проблем очень много. Всего в радиусе одного километра, если мы будем сейчас с этого ребенка. Конечно. То есть вот час наркоза и все сделано, по факту. Да, риски есть. Но это вы со своим педиатром обсуждаете это раз, да. Во-вторых, сама мама... Вот понимаете, такой момент очень тонкий. Я всегда говорю, как, что мама, она внутренне чувствует всегда, как правильно для ребенка. Вот каждая мама, она чувствует своего ребенка на 100%. И поэтому давать какие-то общие советы, это можно. Какие-то точечные, я считаю, мама должна сама... Ну бывают же гипертрофированные матери, вы же сами знаете. Ну знаю. Которые вот прям, я же мать, вот которые бы самой наркоз, и тогда мы в порядке, мы полечимся. Если ребенку есть показания для, допустим, лечения зубов. Мы знаем, что там много, либо трудно, либо вот такой ребеночек добывают. Всякие же ребеночки бывают, да. Почему бы нет? То есть мы смотрим ведь на весах, да, риски и польза. Если польза перевешивать, то, конечно, да. После наркоза какие показания? Да никаких. Никаких. Ребеночка его перевозят в специальную палату. То есть, да, там он просыпается тут же практически от сна. Ну, голова маленько может у них быть. Они капризные могут быть. Ну, там дали кого-то обезболивающее, чтобы помочь ребенку. А, чистка зубов, это, ну, такая определенная головная боль для родителей. Были ли у вас проблемы с чисткой зубов с вашими детьми? Были проблемы с первым ребенком. Опять же, в силу неопытности, неграмотности. С последующими детьми проблем таких уже не стало. Ну, у всех же бывает по-разному. Они сами по себе, насколько мне известно, дети разные. Разный характер, разный подход. Все верно, все верно. Но концепция-то, она одна. Ну, то есть, если первого ребенка я заставляла, это была сила, это было принудительно, это было маленько неправильно. Да, вот я сейчас возвращаюсь, анализирую и понимаю. А с этими детьми со средними уже по-другому. То есть, у нас много щеток, 100-500 куплено разных, и электрических, и простых. То есть, и поиграть, и по зубу почистить. Разные зубные пасты они, то есть, там могут сами их повыбирать, да, зубные пасты. Есть ирригаторы, но они когда-то для игры, когда-то, допустим, реально, но они можно почистить. Плюсом ко всему, мы такую штучку купили, такой чемоданчик, там открывается ячейка, всякие принадлежности лежат. И в чем суть? Здесь паста, тюбик вставлены, и щеточки висят. Щеточку берешь, так надавливаешь, и паста сама выдавливается. Ну, это игра, по факту, это безделушка, это игра. Для них это интересно, для них это игра. То есть, мы стараемся чистку зубов делать игрой. Если ребенок орет и ревет, ты не будешь ему чистить зубы, то есть, мы не чистим. И всегда они сами, ну, сами, само собой, плохо почистят, да. Я говорю, да, я быстренько пройдусь, то есть, сам там, дочищаю или папа дочищает. И потом все, ребенок бежит спокойный, чистый, красивый, да, там, улыбается. И очень важно, мы еще так вот с мужем такую тенденцию заметили, что когда он почистил зубы, допустим, мы в ванной, я чищу зубы, там, дочищаю, он выходит, а здесь муж сидит. И он такой, Мироша, как у тебя зубы вкусно, красиво пахнут, какой ты красивый. Это момент такой похвалы, и они это моментально считывают. Только так можно ребенка приучить к чистке зубов. Вот по-другому никак. А насколько важно правильно чистить зубы? Если мы берем там до 10 лет, ну, образно, ну, это ребенок, то есть, родители должны все равно контролировать. Родители должны все равно дочищать, да, и помогать. Прямо зачищать? Да, да. А потом уже ты своим примером показываешь, как это надо делать, как это важно, и они потом это будут повторять. Но опять же вопрос, если взрослый зубы не чистит, то мы маленького не заставим. Своим примером. Вот ирригаторы в нашем доме, это я купила для себя, и для них это было просто, дай мне тоже, ну, вот вы же делаете, почему я не делаю? Так, ну, на, пожалуйста. Три извечных вопроса. Почему небо голубое, трава зеленая и почему все боятся стоматологов? На третий вопрос мы узнаем ответ у кировчан. В детстве боялся, сейчас, наверное, нет. Вот человек пострадал однажды от стоматологов. Стали в Москве, стали зуб выдергивать и сломали челюсть. Я боюсь стоматолога, потому что с детства сложился такой некий стереотип, что, ну, зубы лечить больно, не дает мне все-таки спокойно туда идти. Я боюсь как огня, я вообще больниц боюсь. Пока не беспокоит ничего, когда заболит, тогда пойду. Очень. Почему? Ну, потому что они платные. А были бы бесплатные, мы бы ходили к ним хоть каждый день. Вообще, с какого возраста необходимо уделять внимание зубам, полости рта? Каким образом? Ну, я считаю, с начала беременности. С начала беременности мама должна уделять много внимания и соблюдать рекомендации своего гинеколога с точки зрения витаминов, микроэлементов. То есть это уже, то есть это очень важно для формирования челюсти, для формирования зачатков зубов. То есть вот отсюда должно быть уже четкое понимание, что мы начинаем формировать ребенка в будущем. Чтобы потом было меньше проблем, нужно сейчас об этом, нужно заложить по факту. Потом, конкретно если про ребенка мы говорим с рождения, у меня все дети с рождения, такой есть напальчник, да, то есть у них еще нет зубов, но есть десна. И я очень часто люблю массажировать и протирать десна просто водичкой. Ребенок привыкает невербально, у него привычка вырабатывается о том, что что-то тут все время мне делают. Появляется первый зубик, здесь уже прям начинаем чистить. Хотя бы просто этим же напальчником водичка, но нужно всегда, но все равно чистить. Это не дабы гигиена, но больше приучение, я бы так сказала. Но и все равно что-то там будет. И во-первых, знаете еще как важно, когда мы вот так массажируем и протираем, мы помогаем зубкам прорезаться не так болезненно для детей, нежели чем это не делать. Ну а когда уже там 4 зубика вверху, внизу, то все, щетка. Пасту, есть паста с нуля, без проблем, можно какую-то там маленечко промазать и уже почистить. Они же не вредные. Ну а давайте так же по этапам. Как часто необходимо показывать стоматологу своего ребенка? Золотой закон всегда раз в полгода. Порекомендую чаще только тогда, когда у вас идет рост у ребенка. Это интересный такой возраст. Это когда уже молочные зубы есть и начинается ближе к смене постоянных зубов. Вот там можно почаще походить, посмотреть. А в момент роста можно уже их корректировать в плане, что вдруг он растет куда-то? А, можно. Смотрите как. Вот, например, опять же, на своем ребенке у дочери мы удалили верхний один зуб молочный, потому что уже, ну все, там постоянно зуб скоро растет, расти. И для того, чтобы соседние зубки не сместились, мужик ортодонта нам поставила такое специальное кольцо, оно фиксируется между зубов, чтобы место сохранить. То есть зубик спокойно прорезается. Какие-то зубы молочные нужно удалить чуть пораньше, да, чтобы постоянному зубу было легче вырасти. Есть какие-то показания по лечению, есть какие-то особенности у ребенка. Молочные зубы уже вырастают в определенном прикусе. Ну вот опять же, привожу пример своей дочери опять же. У нас очень долго была соска и бутылка, она такая у меня прям сосочница. И у нас сформировался именно под соску вот такой неправильный прикус. Ну то есть они уже, зубы выросли под эту, как говорится, соску. И поэтому я в априоле, я понимаю, что постоянные зубы будут, скорее всего, повторять. Ну не обязательно, но могут повторить. И поэтому мы ортодонта наблюдаемся, то есть я говорю, давай им помогать, чтобы как-то вот это минимизировать эти все риски. Какие рекомендуете зубные пасты, может быть, на какой период, на что обращать внимание при выборе зубных паст? Здесь очень хорошо скажу, что деткам очень важно выбирать пасты, которые, они прямо вот специально для, как говорится, для нас, для всех умных, написано там от нуля до года, с года до трех. То есть они, у них есть уже градации. Градация придумана не так просто, она придумана для определенных, ну вот, возрастов. Поэтому деткам выбирать по возрасту пасту. Какую фирму, опять же, это сугубо все индивидуально, кому что нравится. С какого возраста начинают, ну, зубы уже считаться взрослыми? Нет возраста. Почему? Потому что если раньше возраст был, да, в советские времена, градация была. Пасты бывают по возрасту. То есть до какого возраста они детскими считаются? Ну, вот для меня, я так скажу, вот первый класс мы переводим во взрослую градацию. Ну, можем уже переводить во взрослую сегмент. Ну, то есть это 7-8 лет, это уже… Можем уже нацеливаться на полноценный взрослый возраст. Давайте поговорим про питание. Как питание влияет на качество зубов? То есть вот с детства мы слышим, шоколадку нельзя, зубы испортишь, сок там зубы разъедает. Там то нельзя, это нельзя, какую-то жвачку нельзя. Или наоборот можно. В рекламе какой-то жвачки для укрепления зубов какая-то. Все это правда или неправда? Как сказывается продукт питания? Ну, вот, к примеру, во многих сейчас клиниках, и у нас в том числе, есть специальные чупа-чупсы для детей. Они идут с кекселином. То есть они полезные даже для зубов, а не то чтобы вредные. Питание прямо зависит на состояние зубов. Но все сладкие продукты… Ну, допустим, если мы говорим с вами про газировки, такие вот, да, продукты, они вредны. А если мы с вами говорим про шоколадки, какие-то конфетки, то здесь, во-первых, количество, да, а во-вторых, если зубки здоровые и хорошая гигиена полости рта, родители за этим смотрят, почему бы нет, все можно. Мы ей трескут только в путь шоколад. Прямо не влияет, косвенно влияет. Прямо влияет больше, наверное, потребление микроэлементов, потребление белка, углеводов. Ну, то есть это все же нужно не только для зубов, но и для организма в целом. Тем более дети. Дети, знаете, такой момент, они прямо всасывают в себя все, что можно. Им нужно расти. Можете? Ну, всегда хочется какое-то количество дать ограничения, чтобы… Вот сформируйте три совета, ну, чтобы сохранить зубы на протяжении всей жизни в прекрасном состоянии. Вот, ну, прямо с детства. Первое важное – это питание. Питание, режим дня. То есть это вот все моменты. То есть питьевой режим, сонный режим, питание. То есть прямо такое, знаете, прям все здесь заключается. Второй момент – это сама гигиена полости рта. Она очень важна. Она играет огромную роль. Просто мне кажется, ее недооценивают многие. Сколько раз надо чистить зубы? Два раза в день. Не как раз после приема пищи? А до или после приема пищи? Сначала лучше почистить, умыться, потом мы покушали, потом можно водичкой сполоснуть. Никто не запрещает споласкивать рот водичкой в течение дня. Ну, для меня это странно. Это как в Новый год все прибираются перед праздником. Надо после праздника прибираться. Ну, да. Третий совет – это посещение стоматолога раз в полгода. Найти своего любимого и дорогого. И у него прям все спрашивать. Когда прийтишь? Когда показаться? А у нас с Олей хорошо? А когда мы там дальше приедем? То есть какие наши дальнейшие действия? Здесь стоматолог вам будет, как говорится, членом семьи, я бы сказала. Спасибо большое. Спасибо.